Мудрое вложение Книга притчей Соломоновых, 17 глава, с 13 по 28 стих Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло Начало ссоры, как прорыв воды, оставь ссору прежде, нежели разгорелась она Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего Кто любит ссоры, любит грех И кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение Коварное сердце не найдет добра И лукавый язык попадет в беду Родил то глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется Веселое сердце благотворно, как врачество А унылый дух сушит кости Нечестивый берет подарок за пазухи, чтобы извратить пути правосудия Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли Глупый сын, досада отцу своему И огорчение для матери своей Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный И глупец, когда молчит, может показаться мудрым И затворяющий уста свои благоразумным Размышления, часть первая Деньги и друзья Книга притчей Соломоновых, 17 глава, с 13 по 18 стих Хотя Бог дает нам возможности и ресурсы, чтобы приобретать мудрость У глупцов нет ни желания ее получить, ни понимания, что с ней делать Стих 16 Глупец не использует сокровища, которые у него в руках Деньги, чтобы приобретать знания и мудрость И легко растрачивает ему впустую Один такой пример можно найти в стихе 18 Где говорится о том, что Кто неразумно поручается за чужие долги И тем самым отдает свое имущество во власть другим Конечно, тут не имеется в виду, что надо бросать друзей Когда они оказываются в нужде В стихе 17 сказано Друг любит во всякое время И как брат Явится во время несчастья Такая дружба Пройдет любые испытания И эта фраза Служит косвенным укором тем Кто только на словах друг Но куда-то пропадает Когда нужна его помощь Цените ли вы своих друзей Остаетесь ли вы верным другом Даже когда вам это неудобно Дружба Драгоценное Божье благословение Давайте благодарить Бога И в молитве Просить Его благословения для своих друзей Размышления, часть 2 В молчании мудрость Книга притчей Соломоновых, 17 глава С 19 по 28 стих Сдержанность в словах и поступках Уберегает нас от глупых ошибок О которых мы потом пожалели бы Быть сдержанным мудро Стих 27 говорит Что разумный воздержан в словах своих А в стихе 28 Что даже глупец кажется мудрым Когда языком не болтает Конечно, внешность бывает обманчивой Но эта притча подтверждает Что осторожность и сдержанность в словах Настолько весомо говорят сами за себя Что даже глупца могут представить мудрым Надо помнить, что слово не воробей Вылетит, не поймаешь Сдержанность и благоразумие Не дают разразиться ссорам Которые могли бы сломать нам жизнь Зачастую, чем меньше мы говорим Тем лучше Быть сдержанным в словах Значит умереть для себя Из своей гордости А не просто на словах Быть за мир Или поддерживать Репутацию другого человека Нужна ли вам помощь Чтобы обуздать язык Молитва Отец Небесный Я признаю Что не обладаю ни мудростью Ни знанием Пожалуйста Помоги мне быть мудрее В том, что я слушаю И что говорю Очисти мое сердце И мой разум Во имя Иисуса Христа Я молюсь Аминь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok